Юлия Кузьменко, телекомпания ТВ. Скажите, пожалуйста, вот кроме вырезок из газет, которые не являются официальным документом, есть еще какие-то подтверждения воровства? Есть это публикации, есть официальные документы. Я в то время был членом милиции, 1993 по 1997 год. Этот вопрос поднимали. Нашли документы где-то на миллион двести тысяч долларов. Тут сплетенный момент такой есть. Индагд-банк является коммерским. Но его большая процента была в фонда Крым, который возглавляет Мустафа Зимеев. Мы этот вопрос подняли на Хрултай. Специально созвали в 2007 году Хрултай. На этом Хрултай, избранном тем же Хрултаем, председателю ревизионной комиссии Эль-Веро Муидиного, не дали слова. Это большое усилие принял там Реват Чубар, чтобы он не выступил фактами. Куда ушло, на какой фонд ушло, сколько миллиардов ушло. Кроме того, Ленур Алипсову дали слово. Тоже доклад был по поводу воровства. Его он дочитал до половины, тут же Реват Чубар, манипулируя своим жестом и все такое, не долговаривал. Официально мы сейчас не успели взять, как его прокурора, Катыбенки, обращение к президенту, что Мустафа Зимеев вмешан в хищение государственного денег. У нас у меня даже есть документы, на основе которой комиссии. В газете же публикации есть. Но тут, видите, получилось так. Это видно некоторым силам, которые не хотят нашего восстановления, возвращения на родину здесь. Они стали марионетками. Чубаров, Мустафа и некоторые его компании, милиции, вот один из тех сидит здесь, я в открытых глазах говорю. Они стали марионетками, потому что на том Крутайе в 97-м году выступил зампрокурора Крыма и сказал, что это не воровство, а это не возврат. Странно, да? В русский этот, как слова очень широко, можно понять. Не воровал, но взял, не отдал. И вот признание тоже, я сказал, год и месяц. Кроме того, его поддерживал Рух, с Киева приехал тогда на Холдай, покойник Черновыл, зная о том, что мы здесь членем Милистя, это не кто-то со стороны членем Милистя, разоблачаем Мускапу, а в Аркфе, тут Чубаров тоже в стороне не остается, потому что он был зампредседателем Крымской АССР здесь, Верховного Совета. Куда он смотрел? И что Черновыл выходит на сцену, обнимается сваром и поднимает авторитет перед теми, которые люди, делегаты, не все же понимают, не то, что они дурные, нет, просто их облакошили, как по-русски говорят, по-простому, по-коходному, или как хотите считать. Короче говоря, есть документы, он сам признался об этом, но они выгодны для Украины, почему? Потому что здесь Украина выигрывает первый, финансирует, это престиж украинского государства на весь мир, что только единственная Украина финансирует, но в то же время дает возможность воровать и не наказывать, это уже тоже достижение, потому что чем меньше коренного народа будет отустраиваться в Крыму, тем лучше руководство управлять. И в третьих, управлять милисом, вот так вот, так вот, сиди на место, управлять, сиди на место, вызывать на допрос депутата Верховной Рады Украины, неприкосновенного, председателя милиса, просто так, следователь, не будь, вызывать на допрос. Так что, можно много говорить, если я сумел ответить вам, я член милиса, член этой комиссии, в этом реальности тоже, я повторяю обратно же, поднимали на полутае, но бесполезно, потому что за ними стоят, сейчас, два слова, за ними стоят люди, которые, не все, конечно, в руководстве страны, и в России, и в Турции, которых тоже финансируют, которые не желают возвращения к депутатарскому народу и восстановления его государственности. То есть, когда мы говорим, тут уточню я чуть-чуть, государственность нам волоспеть не надо придумывать. Только автономия, которая была до 44-го года, она удовлетворяла всех. Вот в чем заключается государственность. А без государства мы ничего не можем делать, потому что нет финансов, нет того, голоса не хватает, в реформе Совета принято какое-то решение о языке, о топонимике или о что-то. Ну, извините, если я сказал, ну, если вы думаете, ну, просто отвечу, что это сказано.